Сотрудники Национальной библиотеки КОМИ посетили отделение онкогематологии Республиканской детской клинической больницы. Они принесли подарки для маленьких пациентов. Девять пакетов с игрушками, констоварами, играми и наборами для творчества собрали неравнодушные жители в рамках акции «Шкатулка мужества». Люди по-разному откликнулись, то есть потихонечку накапливалось. И потом, когда мы дали информацию в ВКонтакте, по своим каналам распространения информации, что акция завершается, как всегда у русских людей, это все в последний момент. У нас 25-я школа целый бур подарков принесла буквально на прошлой неделе. Каждый год в отделении онкологии находятся детки на лечении. И практически каждый день деткам приходится посещать процедурный кабинет. Естественно, это для них бывает стресс. Поэтому благодаря «Шкатулке мужества» удается сохранить позитивное настроение, хорошее положительное настроение на лечение. Поэтому большое спасибо всем тем, кто нам помогает. Акцию «Шкатулка мужества» уже 7 лет проводит благотворительный фонд «Сила добра». Старт «Маленьким добрым делам» дали 30 апреля концертом с участием танцевальных коллективов города и группы «Джаз Дуит». А врачи детской республиканской больницы сегодня рассказали, как не попасть к ним в дни каникул. Традиционно летом число маленьких пациентов растет, и в день защиты детей медики решили напомнить, что чаще всего служит причиной травмы и как их избежать. Репортаж Елены Кононовой. На первом месте среди детских травм – ожоги. За год медики приняли примерно 400 таких детей. Каждому шестому приходилось делать операцию. Больше всего страдают малыши. И часто по вине родителей. «То есть у нас мама не может ребенка куда-то устроить. Она обязательно или готовит с ним пищу, или что вот эти вот пеленки, салфетки, которые на тумбочках стоят у нас, их надо вообще то ли запретить им. Почему-то они красоту дают, но поставленный чайник, стакан – ребенок обязательно дотянется. Хватит эту салфетку и вместе с ним скинет на себя вот эту вот горячую жидкость. Получают ожоги серьезные и так далее». Отравлений стало меньше, говорят медики. Возможно, родители стали тщательнее прятать от малышей лекарства и различную химию. Правда, число бытовых травм растет. Маму часто кладут крудничков на диван или большую кровать. Ребенок переворачивается и оказывается на полу. Закрытая черепно-мозговая травма гарантирована. «Достаточно часто повторяющаяся травма. Телевизор не прикреплен, не зафиксирован, стоит на какой-то подставке, тумбочке, столе. Ребенок начинает годовалый ходить, подходит к телевизору, пытается на него залезть, сам падает, опрокидывает на себя телевизор. В результате тяжелая сочетанная травма». С наступлением лета в отделении травматологии ожидают наплыва маленьких пациентов. Дети травмы получают прыгая на батутах, катаясь на роликах и скейтах. Отдельная тема – юные велосипедисты. Нередко они нарушают правила дорожного движения и провоцируют ДТП. «Это вот случай, наверное, такой самый яркий. Это когда маленький мальчик попал под колеса КамАЗа, двигаясь по тротуару, не убедился в безопасности пересечения как раз-таки дороги с выезда, со двора. Также в Беженском районе 11-классница, вроде как взрослая дама, но тем не менее не убедилась опять-таки в безопасности пересечения такой выезжающей дороги». Впрочем, по сравнению с другими регионами, в Коми статистика по детскому травматизму значительно лучше, отмечают врачи. Уменьшилось число случаев с ожогами пищевода, практически нет автодорожных травм. Кроме того, почти исчезли случаи падений несовершеннолетних с гаражей и строек.